МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Территория Тольятти. В этом выпуске мы расскажем вам о жизни города. Набережная 8-го квартала автозаводского района продолжает разрушаться. Что будет делать администрация города с этой проблемой и в чём её причина? Узнаем далее. Новый провал в грунте появился недалеко от старого. Этой проблеме уже не один год. Размер ямы – около шести квадратных метров. Набережная была сделана ещё в советское время. И здесь вода к причальной стенке никогда не подходила. Здесь было порядка 30-40 метров суши. Соответственно, была абсолютно другая технология. Никто, скорее всего, даже не предполагал, что уровень воды будет. И там за 10-15 лет вода сюда подойдёт». Администрация города установила – набережная находится в аварийном состоянии. Чтобы хоть как-то временно решить проблему, опасную территорию в 400 метров оцепляют, а провалы заваливают строительным мусором. В общей сложности на эти дыры потрачено 295 тонн материала. Ситуация на набережной автозаводского района взята на особый контроль в городской администрации. «Сейчас мы подготовим проект по берегову укреплению и строительству набережной. И этот участок набережной автозаводского района вошла в программу по объектам, которые должны быть построены к 50-летию автозавода. И мы думаем, что к 2020 году мы этот вопрос решим». Для предотвращения несчастных случаев рядом с территорией огражденной набережной курсируют патрули общественной безопасности. Город Креста. Именно так с греческого переводится Ставрополь. Он был основан в 1737 году историком и географом Василием Татищевым для защиты пограничной территории Российской империи от набегов кочевников. «Сейчас Ставрополь находится где-то здесь, за моей спиной, на дне Куйбышевского водохранилища. Его затопили после завершения строительства Лорской ГЭС в 1957 году. Старые здания перенесли, а в 64-м город получил и новое имя – Тольятти. Казалось бы, можно вести новую историю, но несмотря на все перемены, первое воскресенье июня мы отмечаем юбилей родного города. Как это было, расскажем прямо сейчас. Отмечают День города уже по традиции автопарадом. Здесь вазовские и газовские машины 50-60-х годов – настоящие легенды отечественного автопрома. «Традиция автопарада зародилась 14 лет назад. Каждый год в День города Тольятти машин 50-100 мы объезжаем Тольятти. Состав участника не случайный. Обыкновенные машины мы не берем». Парад охватывает все три района города. Среди необыкновенных машин, например, ГАЗ-21 «Волга». Хозяин легенды Алексей Козлов приобрел и восстановил автомобиль в 2003-м и о своем выборе не жалеет. В параде участвует не в первый раз. Для него эта машина, прежде всего, детские воспоминания. «Когда я был ребенком, мне довелось проехать на «Волге» генерального ваза Полякова. И у меня вот эти детские воспоминания, они настолько глубоко засели в голове вот этот огромный диван, мягкий плавный ход автомобиля. И оно вот где-то внутри сидело». Алексей не единственный человек с подобной историей. Сергей Чувенков приобрел «Москвич» 401-13 лет назад в плачевном состоянии. На восстановление потратил 10 лет. Итог – у машины родные детали. И она до сих пор шустро ездит по дороге. «Если у человека есть желание восстановить там один или другой автомобиль, то нету такого, что вот за зря или за прочее. Наоборот, сейчас, когда она уже восстановлена, чувствуешь какие-то приятные ощущения внутри». Автопарад вливается в праздничный карнавал. В шествие принимают участие более 2,5 тысяч человек. Парад проходит на центральных улицах Тольятти. В этом году у города двойной праздник. Тольятти посетили участники 16-го международного фестиваля гандбола. Это 153 команды из России, Узбекистана и Казахстана. Юные спортсмены будут бороться за первые места на спортивных площадках города. «Радостно, что в этот юбилейный для нас, для города год рождения города, 280-летие, приехало столько гостей. Ну и хочется их и город поздравить с днём города». Сразу в трёх районах города проходят музыкальные концерты. Несмотря на прохладную погоду, тольяттинцы пришли посмотреть на выступления артистов и поздравить Тольятти с юбилеем. «Я хочу им пожелать, чтобы они брали флаг в руки и развивали город дальше, чтобы он дальше остался таким же прекрасным, таким же благополучающим». «Конечно, самое главное – процветание, чтобы наш город ещё больше процветал, чтобы молодёжь не уезжала отсюда, самое главное, а продолжала наш город, чтобы он был хорошим, таким же процветающим, красивым. Я не люблю свой город, мне патриотка». «Всё-таки хочу, чтобы было лето, и пусть день города нам подарит частичку тепла, которого мы все так с нетерпением ждём». «Любимый город Тольятти, любимый праздник, всё хорошо, круглая дата. Надеемся, что Тольятти будет дальше процветать. Тольяттинцы, любите свой город, всё будет хорошо». Настоящей кульминацией праздника стал праздничный салют, который длился 10 минут. «Традиционный праздничный салют гремит одновременно во всех трёх районах города, а нам остаётся только пожелать Тольятти процветания и благополучия. С вами был Дмитрий Лобанов, до новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова